Жители поселка Шамхал-Термен протестуют против нового транспортного перевозчика. Рост цен за проезд, дефицит маршрутных такси и утрата заработка. С передачи старого транспортного предприятия петербургской компании, говорят местные жители, к ним в двери постучалась не одна проблема. Узнавала о них моя коллега Катимат Ханапова. Более 60 таких маршрутных такси простаивают здесь со вчерашнего дня. Они не имеют права уже выезжать на линию. Дело в том, что на замену им пришли новые, якобы комфортабельные автобусы. Стоят здесь вот уже вторые сутки не только автобусы, но и местные жители. Люди выступают против смены перевозчика. На это у шамхальцев есть несколько причин, главная из которых передача маршрутной линии питерскому перевозчику «Третий парк». Нас не устраивает, что они поднимают цену. Сегодня уже те «Нексты» начали ездить по 45 рублей. У каждого человека есть дома инвалиды, школьники, пенсионеры. На старых маршрутках жителям Шамхал-Термена приходилось оплачивать лишь 28 рублей. Теперь же цена выросла почти вдвое. Кроме того, говорят жители, новый перевозчик внес коллективы и в карту маршрута. Если раньше водители проезжали по всему поселку, то новые автобусы «Некст» доводят пассажиров лишь до автостанции. Соответственно, за более чем 40 рублей людям приходится ехать еще с 50-кой. Нам не нужно. Машины меняют, линии меняют, маршрут меняют. Они о своем кармане думают, а мы думаем о своих карманах тоже. На 188-й линии изначально работало более 60 маршрутных такси, но сейчас это количество сократилось до 25. По словам местных жителей, теперь их ждать, автобус приходится долго. Да еще переполнены они практически всегда. «Я не знаю, как нам дальше жить, куда нам обращаться, кому обращаться, кому подойти за помощью. Почему? Потому что мы страдаем, народ, рабочий народ, мы страдаем». Сегодня этому маршруту в поселке нет альтернативы. Ранее здесь функционировал 106-й пригородный маршрут. Теперь же и эти автобусы перестали ездить. «Они вот ездят вот так вот в круговую и едут по поселку прямо. А новые так не едут?» «Новые нет. Вчера разговор был, новые едут до МДС-овской повороты. А после этого, вы скажите, как добираться людям?» Около 60 водителей здесь остались и без заработка. Они отмечают, что некоторых новая компания готова трудоустроить, но им предлагают невыгодные условия. «Вот так взяли нас, выкинули, ну не знаю, как, что. Оставили без работы. Один человек с Питера взял 60 человек. Нас просто выкинул на нашей же родной земле». «Эти люди 10 лет работали. 10 лет, где они были, они пришли на их готовый бизнес. Эти люди с Кизляра приехали, с Кизелюрта приехали, с Селени приехали своим семьями, свою семью, чтобы обеспечивать. Сейчас они, чем они должны жить? Я, в первую очередь». Население поселка Шамхал-Тармен более 10 тысяч человек. Найти работу здесь сложно, оттого многие ищут заработок в столице. Студенты тоже едут на учебу в Махачкалу. Однако для большинства жителей единственный общественный транспорт теперь становится недоступным. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала.